Какой жизненный урок вы усвоили на собственном горьком опыте? Если кто-то не хочет оставаться в вашей жизни, он не останется в вашей жизни. Хотите вы этого или нет? Вы непобедимы, как и окружающие вас люди. Будьте благодарны за время, проведенное семьей и друзьями. Поддерживать связь с семьей только потому, что они семья. Тот факт, что вы делитесь кровью, не означает, что семья не может быть жестокой или манипулятивной. Не доверяйте деловым партнерам секретную или конфиденциальную информацию. Вы можете потерять друга в любой момент. Нет, я не имею в виду просто ссору. Я имею в виду навсегда. Вы всегда ожидаете, что люди умрут, но никогда не готовы к этому. Никогда не думай, что с тобой такое не может случиться. Я никогда не думала, что заболею раком. Но в 17 лет мне поставили диагноз рак яичек третьей стадии. Жизненный урок, который я усвоил на собственном горьком опыте, это то, о чем большинство из вас не хотят слышать. Преодолей себя. Вы не так хорошо, как думаете, и вам есть чему поучиться. Чем раньше вы научитесь этому, тем лучше будет жизнь. Всегда стремитесь учиться, а не доказывать, насколько вы правы или хороши. Не тратьте слишком много времени и энергии на людей, которым не хватает самосознания, что делает их грубыми, высокомерными, агрессивными и так далее. Научитесь сравнивать действия людей с их словами. Люди часто говорят правильные вещи, но редко делают правильные вещи. Иногда, чтобы быть хорошим другом, нужно рискнуть потерять хорошего друга. Внешняя красота не делает кого-то красивым внутри. Дело не в том, насколько вы способны или одарены в чем-либо, а в том, насколько усердно вы собираетесь работать, чтобы развить эти таланты. Вы всего лишь в одной маленькой аварии или ошибочном шаге от бездомности и бедности. Нет ничего безопасного, и ваше здоровье не всегда будет гарантировано. Если твои родители в нескольких вещах ошибаются, не означает, что они неправы во всем. Прощение – это выбор. Вы можете либо простить тех, кто вас обидел, и двигаться дальше, либо продолжить ненавидеть их и сохранить всю ненависть внутри себя. Вы никогда не обретете покой, пока не отпустите боль. Вы должны научиться позволять людям помогать вам. Очень важно говорить о своих чувствах и позволять другим людям проникать в вашу голову, чтобы они помогали вам своими мыслями. Я потерял так много друзей, потому что в моем сознании я подумал, что они не заботятся обо мне, хотя на самом деле они заботились. И то, что я не вовлекал их в свою жизнь, оттолкнул их еще больше. Пожалуйста, обращайтесь к людям и не бойтесь рассказывать всем, с какими трудными мыслями или ситуациями вы сталкиваетесь. Не бойтесь, вы не одиноки. Всегда читайте этикетки на чистящих средствах. Вы никогда не знаете, что вы можете себе испортить или какую химическую реакцию вы можете этим вызвать. Богатые люди залезают в долги за активы. Бедные люди залезают в долги по обязательствам. Я не богат. Если у вас есть разногласия с кем-то, вам не всегда нужно исправлять это. Подумайте, что вы хотите получить и можете ли вы добиться этого путем более подробного обсуждения. Если нет, то это пустая трата энергии и вам следует просто двигаться дальше. Если вы состоите в отношениях, которые, как вы знаете, в глубине души не состоятся, лучше, чтобы все их участники прекратили их, а не затягивали. Что есть некоторые вещи, которые нам, вероятно, следует держать при себе. По крайней мере, в моем случае я склонен делиться излишним, когда я слишком взволнован, грустен или зол. Во многих случаях я преувеличивал и в конечном итоге либо выставлял себя дураком, либо принимал очень драматические и окончательные решения, о которых позже сожалел. Хорошо выражаться свободно, но иногда хорошо просто перевести дух и не действовать импульсивно. Не позволяйте вашей работе или карьере стать определяющим фактором вашей личности. Развивайте интерес, хобби, не связанный с вашей работой. Человеческое тело предназначено для движения. Если вы недостаточно двигаетесь, вы потеряете подвижность в старости. Не доверять никому. Попросил кого-то, кого я считал другом присмотреть за моей кошкой, пока я уезжал на выходные. И они отплатили мне, украв ожерелье, которое принадлежало моей покойной матери. Да, я связался с полицией, но они сказали, что если у меня нет конкретных доказательств того, что этот человек забрал его, они ничего не могут сделать. Поэтому всякий раз, когда мне нужно уезжать сейчас, я сожжаю свою кошку в питомник. Никогда не дружите с коллегой в социальных сетях, особенно с начальником или менеджером. Они могут и будут использовать то, что вы говорите в свободное время против вас. Мир – тяжелое место. Я понял это за годы издевательств. Я научился терпеть это, принимать тот факт, что люди злые и что жизнь бросает в тебя дерьмо. Нужно вставать и идти дальше. Что нельзя доверять людям, потому что они отвернутся от вас, когда они вам будут нужны больше всего. На самом деле жизнь несправедлива. И если вы ожидаете, все будет справедливо, вы будете структурно разочарованы. Всегда будет кто-то хуже вас и кто-то лучше вас. Вы не особенные. Ты просто ты. Попытка действовать особенным образом и соревноваться с другими – это дыра, до дна которой вы никогда не доберетесь. Когда вы одалживаете деньги семье, думайте об этом как о подарке и не ждите возврата. История. Одолжил старшему брату деньги на ремонт его машины. Было письменное соглашение и все такое. Ушел на базовое обучение и он перестал возвращать мне деньги после всего двух выплат. С тех пор об этой проблеме забыли, так как я не хочу затаить злобу из-за пары тысяч долларов. Никогда не заставляйте себя быть кем-то другим только для того, чтобы кому-то понравиться. Если у вас хорошие отношения со своей семьей, значит они единственные ваши друзья. Будьте открыты к идеям, даже если они вам не нравятся с первого взгляда. Правильное и неправильное иногда очень относительное. Если вы ограничены в своих мыслях, вы упустите много чудесного изменяющего жизнь. Открытость также иногда помогает вам узнавать невообразимые истины. Вы не обязаны позволять другим людям превращать свою драму в вашу. Люди, которых вы любите, умрут. Это произойдет раньше, чем вы думаете. Вы не будете готовы. Возможно, это просто случилось сейчас. Что если вы что-то игнорируете, это не исчезнет и не изменится. Просить о помощи это нормально. И в большинстве случаев люди готовы ее оказать и вам. Не существует такой вещи, как судьба или предназначение. Нет более великой силы, которая могла бы помочь вам или направить вас. Только вы можете решить, что произойдет с вами в той или иной ситуации. Иногда лучше просто заплатить профессионалам за работу. Конечно, вы можете понять, как что-то нужно делать, просматривая видео на YouTube. Но затрачиваемое количество времени может быть чрезмерным. И вы часто получаете некачественный результат по сравнению с торговцем, который занимается этим 10 лет и знает все подводные камни и уловки. Мне должно быть было 3 или 4 года. На заднем дворе соседа росло растение со стручками, которые выглядели как горох. Все взрослые люди говорили мне, что не стоит их есть, но я знал лучше. Я до сих пор помню, как мою маленькую задницу вырвало. Родители тоже настоящие люди. Они лажают и лажают, как и их дети. Иногда, независимо от того, как много я работаю и сколько усилий прикладываю, порой этого все равно бывает недостаточно. Речь Мадаро Учихи о реальности настолько реальна. Итачи был гением, но его взгляд на реальность не верен. Я также многому научился на горьком опыте. Слишком много для одного комментария. Признание ваших личных ошибок и недостатков. Это так раскрепощает, когда вы не защищаете свои недостатки. К тому же вы можете работать над их исправлением. Не размещайте на Reddit ничего похожего на мнение. Или еще лучше, никому не говори свое мнение. Иногда, каким бы хорошим вы ни были, вы не можете заставить людей любить вас. Даже если вы относитесь к ним хорошо и даже если их рассуждения звучат нелепо. Некоторые люди всегда будут не любить вас и вы не можете этого изменить. К сожалению, мне пришлось научиться этому из-за издевательств в школе. Я был странным ребенком со странными увлечениями и проблемами психического здоровья. Из-за этого я просто не нравился многим детям. Несмотря на то, что я относился к ним хорошо и делал что-то для них хорошее. Тем не менее, что бы я ни делал, я никогда не был достаточно хорош для них. Девушки злые и им не стоит доверять. Узнал об этом в элементарной школе, потому что они говорили, что они мои друзья. Но потом, когда им наскучил я, или они находили кого-то более веселого и менее странного для дружбы, они бросали меня. А потом, поскольку бросить меня было недостаточно, они распространяли обо мне слухи или ложь за моей спиной, чтобы показать, что они мне больше не друзья. Как бы вы ни старались, не все будут к вам дружелюбные. Даже если вы милые, вежливые и беспокоитесь о других, найдутся люди, которые будут просто плохо относиться к вам. Не обращайте внимания на людей, которым на вас наплевать. Не сосредотачивайтесь на том, почему они плохо с вами обращаются. Не пытайтесь решить эту проблему. Просто оставайтесь с теми, которые отвечают в вашей оценке. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok